Друзья, всем привет! Собственно, спасибо за то, что вы дошли сегодня на мою лекцию. Я, во-первых, хочу сказать, что для меня это немножко сегодня странный день, потому что это вообще мое второе или третье выступление публичное в жизни, а тут сразу на такую большую аудиторию. А во-вторых, мне сегодня пришлось надеть белую рубашку, потому что после выступления сразу я еду на концерт Валерия Меладзе. И, собственно, о чем еще может мечтать 25-летний парень? Сегодня я расскажу вам про кейсы, которые мы делали на протяжении 2017-2018 года. Собственно, вы узнаете, для чего мы это делали, какие у нас были механики и что из этого, в принципе, получилось. И для начала немножко хочу рассказать вообще про то, кто мы и для чего вообще все это делали. Я основатель агентства OutDigital. Мы, соответственно, занимаемся диджитал-проектами. У нас компании в этом году исполнилось, точнее, сейчас уже один год. И, собственно, мы довольно-таки молодые ребята, но, несмотря на это, довольно-таки серьезная контора. У нас есть даже целый сайт. Я вам сейчас его покажу. Если, конечно, научусь пользоваться кликером. Так, сейчас. Это не то немножко. Собственно, у нас есть целый сайт и есть четыре направления, которыми мы занимаемся. Первое направление – это классический SMM. То есть мы занимаемся разработкой стратегии, ведением брендов, ведением рекламных компаний и все, что вокруг этого связано. Второе направление – это блогеры, лидеры, мнения, звезды. То есть все то, что сейчас востребовано, мы, соответственно, закупаем у них рекламу. Третье – это креатив. И, соответственно, здесь четвертое направление, которое у нас есть – это видосы, видеопродакшн. Как и у любой серьезной компании, у нас есть целый сайт с отзывами о клиентах. У нас стопроцентная на сайте удовлетворенность у клиентов. У нас все всегда довольны. И, собственно, на этом мое хвастовство, наверное, должно закончиться. Соответственно, теперь вы немножко понимаете контекст того, чем я занимаюсь, чем занимается моя команда. И мы уже непосредственно можем поговорить про наши проекты, которые у нас есть. Вроде не глупо, а с кликером не могу разобраться. У нас немножко такая лекция, где я буду рассказывать про кейсы, поэтому немножко нужно пофантазировать, включить какую-то креативность. И давайте представим просто в начале нашей лекции, на что вообще я мог потратить 2 миллиона рублей, если бы был нормальным человеком, а мне занималось какой-то хренью. Я бы, наконец-таки, мог себе купить какую-то недвижимость в Москве, и на 2 миллиона мог бы купить себе, например, комнату в Южном Чертаново. О чем, как говорится, мечтает 25-летний парень любой. Либо, как вариант, я бы мог, например, купить себе BMW 3 и приехать сюда не на такси, а на своей личной машине, и, соответственно, похвастаться перед вами тем, что у меня есть BMW 3. Ну, либо для тех, кто, соответственно, попроще, это Hyundai Solaris в размере двух штук. Ну, либо такая самая финальная мечта, на что можно было бы потратить 2 миллиона рублей, это, соответственно, удовлетворить мою маму и сыграть свадьбу, наконец-таки. Примерно на 57 человек, и, собственно, выглядела бы она, наверное, вот так. Вот, собственно, надеюсь, что вы немножко пофантазировали, и, наверное, теперь можно перейти к сути, все-таки зачем мы, соответственно, экспериментировали, тратили деньги и проводили различные подробные проекты. Ну, в первом, можно, наверное, повыпендриваться, потому что можем себе это позволить. Во-вторых, это для того, чтобы заработать в 10 раз больше, а именно 20 миллионов рублей, и, соответственно, в конце моего выступления вы поймете, что я имею в виду. В-третьих, это получить дозу дофамина. Не буду скрывать, когда твои проекты выстреливают, когда у тебя что-то получается, они их пишут, они их говорят, то, соответственно, здесь ты получаешь огромное удовольствие и, соответственно, такую некоторую удовлетворенность. И четвертое, что, в принципе, самое важное, это для того, чтобы проверить различные гипотезы, которые у нас есть, которые нам приходили в голову, и, собственно, вот это основные 4 пункта, для чего мы, соответственно, экспериментировали. Сегодня я расскажу про 10 проектов, которые мы сделали за 2017 и 2018 год. Собственно, про каждый я буду рассказывать примерно 3-4 минуты, поэтому мы будем скакать так от темы к теме, поэтому надеюсь, что вы еще не подустали и получится немножко сосредоточиться. Вот, собственно, здесь у меня такой некий таймлайн, как и любого серьезного спикера, я подготовил такие вот слайды, где, соответственно, можно увидеть, о чем я сейчас буду рассказывать. Какие-то длинные слайды получились, не ожидал, что это так долго будет. Собственно, как будет строиться наша презентация, я буду показывать вот такие заглавные слайды. В левом углу вы будете видеть сумму, которую мы потратили на каждый проект, в правом углу гипотеза, которая у нас была, и, соответственно, будет либо огонек, либо какашка на слайдах. Если это огонек, значит, проектом мы были удовлетворены, значит, он у нас получился, и мы были им довольны. Если какашка, значит, что-то пошло не так, и, собственно, проект не удался. Первый проект, который вы наверняка слышали, мы реализовали в том году, это была аренда Рос на 8 марта, когда у нас была гипотеза, что многим девушкам в 21 веке не так важен сам факт внимания от мужчины, как возможность выпендриться перед подругами в Инстаграме, либо прирерновать кого-то, либо, в принципе, показать, что ты востребованная дама. И поэтому мы подумали, что зачем в преддверии 8 марта тратить какие-то огромные деньги, там по 10, по 12, по 15 тысяч рублей, когда можно просто сделать фотографию с букетом, и, собственно, на этом вся его необходимость заканчивается. И в преддверии 8 марта, за три дня примерно до праздника, мы организовали такой некий сервис по аренде букетов, когда за тысячу рублей к тебе приезжает курьер, который, соответственно, дает тебе, вручает букет, ты с ним 10 минут фотографируешься, потом отдаешь его обратно, и, соответственно, курьер уезжает. Это все началась как некоторая такая шутка, но, к сожалению или к счастью, буквально через полдня, как мы это все запустили, так получилось, что на нас посыпались какие-то просто шквалы каких-то заявок, заказов, где девушки писали, что приедьте, пожалуйста, ко мне, я, соответственно, хочу оставить предзаказ или что-то еще. Из таких забавных случаев у нас на второй день уже было 8 букетов, которые курсировали по городу, и были различные курьеры, соответственно, которые их возили. И в какой-то момент мы понимаем, что курьер уже должен выезжать на следующий заказ, но он почему-то опаздывает, задерживается на прошлом локейшене. Соответственно, мы звоним ему, спрашиваем, Ашот, что случилось? А он очень плохо еще говорил по-русски, и он говорит, меня продлили. Мы такие, ну, вообще, в принципе, в отношении Ашота это очень странно звучало, меня продлили. Но оказалось, что заказчиком была какая-то женщина, которая работает в женском коллективе, где в офисе сидит одновременно 10 человек, и, соответственно, получилось так, что букет был настолько востребованным, что все ее коллеги решили также с ним сфотографироваться. И, соответственно, они его продлили, доплатив ему еще 2000 рублей, чтобы он с ними остался еще на 20 минут. Соответственно, этот сервис работал на протяжении трех дней, наша гипотеза абсолютно подтвердилась, что многим просто важно опубликовать какую-то фотографию, и все, и букет, по сути, вообще не нужен. Главное, что какие-то ребята поставили лайки, подружки позавидовали, а кто-то, может быть, и приревновал вообще. И, собственно, проект у нас удался. Мы получили огромное количество упоминаний в СМИ от блогеров, от, в принципе, пользователей, даже немножко заработали деньги. Конечно, это не было главной целью заработать, тут была больше такая экспериментальная история. Но, собственно, этим проектом мы были абсолютно удовлетворены, причем заказывали как молодые студентки, так и какие-то взрослые женщины, которые создавали, соответственно, эту историю тоже спрос. Второй проект у нас был также весной прошлого года. Соответственно, если вы помните, в том году случилось очень грустное событие. В Санкт-Петербурге в метро произошел теракт, когда взорвали несколько вагонов в метро, и, соответственно, в этот же день все службы, начиная от МВД, ФСБ, Министерства обороны и так далее, резко объявили о том, что необходимо усилить все меры безопасности, поставить рамки в аэропортах, начать проверять всех подозрительных лиц, и, в принципе, чтобы больше полицейских курсировало по городу. И, соответственно, мы как раз-таки с другом в те дни были в Санкт-Петербурге и решили провести эксперимент. Приехали в Пулково и решили просто поменяться паспортами, чтобы он прошел все точки контроля по моему паспорту, а я прошел, соответственно, все точки контроля по его паспорту. Чтобы вы понимали, мы абсолютно не похожи по внешности. У нас есть огромное различие в виде 20 килограмм лишнего веса с его стороны. Тут немножко видно, как это выглядит. И, соответственно, эксперимент удался. Я прошел вообще все точки безопасности по его паспорту и зашел в самолет, он прошел по моему, зашел в другой самолет. То есть мы еще летели разными рейсами, и, соответственно, никто на это не обратил внимания вообще. И по прилету я очень сильно то ли удивился, то ли возмутился, потому что это реально был какой-то театр безопасности. Буквально через день после теракта мы совершенно спокойно прошли все точки, и никто на это не обратил внимания. Я решил опубликовать на Фейсбуке, на своей странице пост, где я рассказал про наш эксперимент, и, соответственно, решил посмотреть, что вообще будет и как это вызовет внимание у общественности. Естественно, у меня были некоторые мысли о том, что мы живем в России, и последствия могут быть совершенно другими, но я как-то набрался смелости, все это опубликовал, и это подхватило Live News, а после того, как подхватило Live News, это уже подхватили все остальные СМИ. Здесь нам позвонили буквально через полдня из аэропорта Пуково, какая-то служба безопасности сказала о том, что, ну, не угрожали, но сказали из разряда, ну, вы же понимаете, что лучше удалить эту публикацию. Мы такие, понимаем. Они такие, ну, что будете делать? Я говорю, ничего. Ну, я просто в голове себе представил, что самое худшее может вообще случиться. Это нас максимум вывезут в лес. А я из Челябинска, чтобы вы понимали, в Челябинске это обычные будни, поэтому, в принципе, мне особо терять было нечего. И, собственно, пост я оставил, и потом через 2-3 дня на РИА новостях Пулково выпустили пресс-релиз о том, что они действительно усилили меры безопасности, что там уволили какого-то одного из начальников охраны, и, соответственно, что что-то начало происходить. Но, собственно, как мы выяснили, на самом деле это все по-настоящему был обычный театр безопасности. Давайте небольшой видос посмотрим. Возможно, кто-то из вас помнит, в том году летом запустилась социальная сеть НИМСОС. Поднимите руки, если кто-то реально вспомнит про то, что было. Блин, ну все практически, реально очень много народу. Почему я показал это видео, насколько оно было красиво снято, и как это быстро все выстроило, настолько это быстро на самом деле потухло. У нас была такая гипотеза, что в 2018-2017 году деньги – это, в принципе, то же самое, что и время. А время – это деньги. И мы, соответственно, запустив этот продукт в России, решили проверить, насколько вообще пользователи осознают, что за каждую прожитую минуту времени они, соответственно, могут получать какие-то деньги. И, по сути, это то же самое является. И НИМСОС была такой социальной платформой, которая лучше всего эту идею передавала. Если вы помните, кто-то там был зарегистрирован, за каждую минуту, проведенную в предложении, пока ты там зарегистрирован, ты получал внутреннюю валюту, которая, соответственно, могла позволить тебе делать различные социальные действия. То есть либо поставить лайк, либо какой-то написать пост, оставить комментарий. То есть за все это ты должен был потратить время, а значит и внутреннюю валюту, а значит это какие-то деньги. И, соответственно, запустив эту социальную сеть, мы очень быстро выстрелили, потому что люди подумали о том, что сейчас они быстро заработают себе какую-то внутреннюю валюту, а потом через какое-то время смогут купить себе там мотоцикл, одежду, кроссовки, все что угодно. И буквально за две недели, даже чуть меньше, мы смогли привлечь в приложение 3 миллиона уникальных пользователей, чтобы вы понимали, до сих пор практически никто в мире этот рекорд не побил по запуску продуктов. То есть это какой-то был феноменальный рост. У нас падали сервера, у нас не приходили смс-ки, было огромное количество технических проблем, но, соответственно, все круто сработало. И здесь мы потратили только свое время, у нас не было никакого бюджета на рекламу, мы просто запускались вот таким виральным эффектом, когда люди советовали приложение друг другу и рассылали промокод, чтобы, соответственно, с пользователя привлеченного получать тоже какие-то внутренние монеты. Плюс у нас были амбассадоры, скажем так, это были ангелы, которые на карте, которая есть в приложении, были подсвечены таким нимбом, чтобы выделяться. И, собственно, мы писали всем звездам, начиная от Ивана Дорна, заканчивая Седокова и подобным ребятам, которые, соответственно, также соглашались бесплатно за некоторое промо поучаствовать в нашем продукте, за анонсы где-то у себя в социальных сетях. И, собственно, удалось добиться такого феноменального результата, но насколько быстро это выстрелило, настолько быстро приложение начало погибать. Потому что у нас возникли большие разногласия с разработчиками продукта, у них было немножко другое видение, они хотели маркетинг запустить вперед паровоза, и, соответственно, продукт не был нормально еще выточен, но мы уже очень много аудитории нагнали, и они, к сожалению, не нашли какую-то механику, чтобы удержать пользователей. И так получилось, что проект через две недели умер. Ну, как бы он жив, он до сих пор работает, но весь этот хайп и какая-то активная социальная жизнь у проекта, к сожалению, закончилась. И тем самым мы здесь просто проверили для себя гипотезу, что люди все-таки как-то осознают, что время – это деньги, но в то же время они очень любят халяву, потому что люди думали, что вот эта внутренняя монета когда-то позволит им реально тратить деньги. Следующий проект, он был осенью прошлого года, если вы помните, тогда у биткоина был какой-то… его нереально штормило, буквально за день курс мог вырасти на тысячу долларов, и, соответственно, я подумал о том, что когда все это обсуждают, мне каждый день об этом пишут, то людям, в принципе, это гораздо проще продать и навязать вообще любую ерунду, которую можно придумать. Собственно, я потратил на весь проект 5000 рублей, и вот что сделал. Соответственно, когда курс доллара, курс биткоина был 4300 долларов, мой интерес к такой истории очень сильно вырос. Я вот специально график подготовил, потому что мне сказали, что в серьезных презентациях должен быть график, но у меня немножко кривовато получилось, простите. И, собственно, я подумал о том, что закажу-ка я на Алиэкспрессе такую монетку, на которой написано, что это один биткоин. Монетка на Алиэкспрессе стоит что-то там типа 30 рублей, если не ошибаюсь. Сейчас я вам покажу ее на слайде. Вот так они выглядели. Была золотая монетка, была серебряная монетка, которая продавалась на Алиэкспрессе за 30 рублей. Я заказал их, мне их привезли, я подумал о том, что выйду-ка я на улицу, попробую подходить к разным людям и, соответственно, попробовать продать эту монетку за 4300 долларов. Ну, естественно, таких денег ни у кого нет с собой, но хотя бы там за 5000 рублей. Я вышел к метро Войковска, если не ошибаюсь, и, соответственно, начал подходить к людям разного возраста. Сначала подошел к бабушкам, которые были постарше, сказал, что вот у меня есть монетка биткоин, она стоит невероятных денег, покупайте. Естественно, так получилось, что бабушки вообще ничего про это не слышали, вообще ничего не знали про биткоин. И, собственно, после трех подходов, вообще трех подходов звучит, как у пикаперов, знаете, к девушкам подходить, только к бабушкам подходил. После трех подходов ничего не произошло, я решил, что нам нужно снизить градус, начал подходить к людям, которые там 40-45 лет. И здесь уже так получилось, что они что-то про это слышали, где-то что-то читали, но, соответственно, все равно не понимали, как это работает. У меня тоже ничего не получилось, тогда я решил подойти к совсем молодым ребятам, нашел там девушку, которая стояла, ей было там лет 20-25, может быть. Подошел к ней, она сказала, что вообще она супер в теме, у нее есть молодой человек, который, соответственно, этим занимается, который там торгует на бирже. Мы с ней быстро нашли общий язык, и я ей сказал о том, что, блин, Ален, ну вот он тебя покупает за 4 тысячи долларов, сейчас ты можешь у нее купить эту монету за 5 тысяч рублей. И она прям очень вдохновилась, я еще сказал ей, что это будет лучший подарок для твоего парня, и, соответственно, она прям как-то зажглась, и я продал ей эту монетку за 5 тысяч рублей, как такой полный козел, обманула женщину. И она ее купила, то есть у меня такой эксперимент удался, и, естественно, я потом догнал ее, вернул ей это деньги, но у меня зато получилась такая некая социальная, ну, какой-то социальный эксперимент, который я провел, и, соответственно, проект я посчитал удачным с точки зрения вот такой коммуникации с людьми, можно ли, как в свое время МММ, продавать какую-то абсолютную ерунду за какие-то нормальные деньги. Дальше следующий проект, это мой любимый проект, который мы делали ровно год назад. Если вы помните, в ноябре, в декабре 2017 года все резко решили баллотироваться в президенты, начиная там от каких-то порноактрис, заканчивая давно забытыми политиками, и, соответственно, также примерно в политике за 3-4 месяца начинаются президентские кампании, то есть запускается какой-то промо, запускается какой-то пиар, и, соответственно, тогда в декабре градус абсурда очень сильно вырос, потому что там, ну, действительно, все уже хотели баллотироваться, об этом заявляли, и мы решили на этом тоже сыграть, и как раз-таки одновременно с этим тогда Яндекс запускал свой искусственный интеллект голосовой помощник Алиса. Наверняка вы про него знаете или где-то видели. И здесь у нас была такая гипотеза, что мы можем сыграть на некой пост-иронии и выдвинуть не какого-то кандидата или какого-то человека на пост президента, а можем выдвинуть настоящий искусственный интеллект. Ну, во-первых, потому что он гораздо умнее любого человека, он принимает взвешенные решения, у него нет каких-то эмоций, ну, и что применимо к нашей стране, он вообще не стареет и, соответственно, может жить вечно. Плюс ко всему знает там практически все, потому что это искусственный интеллект. Плюс постоянно обучается. И мы, соответственно, все взвесили, буквально там за 4-5 дней запустили целый сайт. Он был похож на смесь сайта Хиллари и Дональда Трампа во время президентских кампаний. Соответственно, выглядел он примерно в следующем виде. Мы сделали для себя вот такую структуру, то есть у нас был телеграм-канал, куда можно было какие-то свои обращения кидать. Был я, который записал обращения от имени Алисы. И, соответственно, мы как серьезные ребята сделали свою целую президентскую программу, где писали, во-первых, все плюсы, которые будут, если искусственный интеллект станет президентом. Плюс сделали подобную предвыборную программу, где, соответственно, брали самые популярные вопросы россиян и задавали ей их Алисе. Ну, как пример, давайте послушаем. ...вместо людей. Граждане будут получать базовые доходы и заниматься своими делами. Как вам такое? Роботы будут... Ну, либо, например, мы отвечали на вопрос про то, что будет, если воровать... ...мы будем избегать вороства с помощью технологий. Построим прозрачную децентрализованную платежную систему. На блокчейне государственные деньги будем отправлять через нее. Ну, и, соответственно, Алиса у нас на полном серьезе отвечала на все вопросы, которые были у граждан, и это выглядело все как максимально серьезный кандидат. И так получилось, что мы запустились на две недели позже Ксении Собчак, которая тоже, соответственно, начала сбор подписей, потому что для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно 300 тысяч подписей собрать. И, несмотря на это, мы там к концу декабря у нее в какой-то момент было, если я не ошибаюсь, 67 тысяч голосов, точнее подписей, а у нас было 72 тысячи. То есть мы реально отобрали, и люди на полном серьезе заходили на сайт, оставляли свои заявки, подписывали петицию о том, чтобы выдвинуть ее в президенты, и, собственно, не до конца понимали, это правда вообще или неправда. Это круто сработало, и про вас написало огромное количество СМИ, в том числе международных, и плюс нас показали в прожекте перескутом. Алиса, говори по-русски, Алиса. Ты же кандидат в президенты. Не Америки, а России. А давайте про что-нибудь другое. А давайте задавать президенту, задавали вопрос. Кто будет президентом России? Алиса, кто будет президентом России в 2018 году? Вопрос задавал Иван Ургант. Набережная, канал Грибоедова, 14, квартира... Не хочу говорить об этом. Не хочу говорить об этом, она сказала? Я бы, может, и поддержала этот разговор, но не хочу. Ну и как ты думаешь, сколько ей лет? Ну... Она точно... Ну 40 плюс. Алиса, сколько тебе лет? Алиса, сколько тебе лет? Мне 17, а тебе? Видишь? А мне столько же дадут, если что. Алиса, в 17 лет нельзя выставлять свою кандидатуру. Очень интересно. Ну давайте теперь о другом. Ну давайте. Алиса, скажи, пожалуйста. Чего ты у меня бабу вводишь? Дай сюда. Поставь мои забы. Это правило Сергея. У кого в руках баба, тот с ней рассказал. Что ты говоришь? Послушайте. Ну и, собственно, нас показали на проекте Перес Хилтон, где, соответственно, главные юмористы страны обсуждали на протяжении 8 минут. Плюс это очень круто зашло по всем крипто-СМИ, особенно китайским. Мы, честно говоря, вообще не понимали, что пишут китайцы про это, потому что все было на китайском языке. Но были очень забавные такие нонсирующие картинки, где был перечеркнут Путин. Нельзя, наверное, со сцены такие вещи, конечно, говорить. И, соответственно, рядом стоял наш сайт, который предлагал проголосовать за Алису. И плюс ко всему нам потом через 2 месяца написал какой-то профессор из Гарварда, который там уже на протяжении 30 лет занимается изучением искусственного интеллекта. И он сказал, что, ребята, вы внесли огромный вклад в продвижение вообще этой технологии, этой науки. И, соответственно, вы создали такой прецедент, что, возможно, через лет 10-15, когда искусственный интеллект реально достигнет своего пика, возможно, что действительно он заменит человека и станет президентом. Соответственно, вы можете видеть на слайде то количество публикаций, которое у нас было. И, соответственно, вот за месяц компании мы около полумиллиона человек привлекли на сайт, которые оставляли свой голос. А, ну и в итоге мы собрали 82 тысячи подписей. Следующий проект, он абсолютно у нас не удался. Мы немножко увлеклись и начали думать о том, что в этом году сделать на гендерные праздники 23 февраля и 8 марта. И, соответственно, решили немножко поиграть на сексизме, потому что в то время на Фейсбуке было огромное количество скандалов, феминизм процветал, и, собственно, мы решили немножко вот эти струны задеть, посмотреть, что из этого получится. И сделали буквально там за полдня небольшой лендоз, на котором была возможность обменять подарки, которые тебе девушка, ну, как парню, подарит на 23 февраля, а на 8 марта получить взамен за это с небольшой доплатой букет цветов. Мы создали на полном серьезе такую тарифную сетку. Если, например, тебе дарили там пену для бритья и носки, ты мог доплатить 500 рублей и за это получить 11 роз. Если там максимальный у нас набор был, это носки, пена для бритья, гель для душа и там что-то еще, доплатив 2500 рублей, ты мог получить огромный букет 51 розу. Соответственно, проект был веселым, все над ним посмеялись, но нам, с точки зрения, наверное, маркетологов, он не принес абсолютно никакой выгоды, про него там опять же написали какие-то СМИ, было около 500 заявок на то, чтобы реально произвести такой обмен, и мы просто ради эксперимента сделали небольшую выборку, взяли 50 контактов, которые, соответственно, были и решили просто их обзвонить. И так получилось, что 90% из этой выборки были нереальные пользователи, которые хотели обменять подарки и, соответственно, потом доплатить деньги. Это были журналисты. То есть журналисты, которые клюнули на этот повод, решили про это написать, взять какое-то интервью и, соответственно, узнать, что вообще происходит. Поэтому мы этот проект считаем неудачным, но как некий такой эксперимент, когда мы немножко повеселились, он у нас, наверное, удался. В итоге за промежуток времени было 425 заявок. Это люди, которые оставили свой телефон и выбрали какой-то тариф, который, соответственно, им подходит. Дальше еще один мой любимый проект. Я вложил в него душу, огромное количество денег и своих сил, но, к сожалению, он не получился таким, каким я... настолько, как я хотел привлечь к нему внимание. История такая, что в том году я был в Лас-Вегасе, играл в казино, в покер, и за мной, за столом сидело еще 8 человек, из которых 6. это были бабушки 60-70 лет, которые пили вискарь и которые просто играли в покер, причем это довольно-таки неплохо. Я в тот момент задумался о том, что в России такую ситуацию вообще нельзя представить, чтобы с тобой реально за одним столом сидели бабушки, которые пили виски и, соответственно, играли в покер. Ну, реально, кому скажешь, подумают, что с ума сошел. И я так вдохновился этим, что подумал о том, что было бы круто сделать какой-то проект, который рассказывал бы о стариках, которые социально активны в России, потому что у нас так принято, что после 60 лет люди все, уходят уже на пенсию, начинают искать себе место на кладбище и, в принципе, ну, можно так сказать, кончаются. Но я был уверен, что все равно есть люди, которые продолжают работать, у которых есть какое-то хобби, какие-то увлечения, возможно, какой-то небольшой бизнес и, соответственно, мы решили этих стариков искать. Мы начали обращаться в фонды, начали обращаться в какие-то компании, которые работают со стариками, чтобы искать вот эти лица, которые, соответственно, про которых можно было бы рассказать. И на протяжении трех месяцев мы каждые выходные проводили съемки, где наряжали стариков в модную одежду, там прям все то, как одеваемся мы с вами. И, соответственно, несли такую мысль, что им снова 20, что несмотря на то, что им на самом деле уже 70, внутри они себя ощущают на 20. И потом на протяжении трех месяцев мы выкладывали все эти истории в Инстаграм и, соответственно, ожидали, что люди очень сильно этим проектом вдохновятся, что они будут активно подписываться, комментировать, поддерживать проект, поддерживать фонд, с которыми мы работаем, перечислять им деньги и, соответственно, что это реально сработает. Но по факту вышло так, что несмотря на какую-то промо, которую мы давали, несмотря на всю рекламу, на проект подписалось всего лишь 5000 человек, вы можете тоже подписаться, в Инстаграме просто снова 20 называется, соответственно, мы до сих пор его ведем, рассказываем эти истории. И в какой-то момент мы, когда у нас уже была такая база из 5000 подписчиков, мы объявили о том, что вот вы можете поддержать фонд, перевести им деньги и, соответственно, поддержать всех наших героев. И сборы составили около 200 тысяч рублей, что на самом деле, ну, хорошие деньги, но на проект мы потратили гораздо больше, потому что это съемки, это логистика, это фотографы, стилисты, студии и так далее, и так далее. И, к сожалению, проект не сработал, но это для нас была такая некоторая благотворительность, которую мы продолжаем делать за свой счет и, соответственно, рассказываем о всех этих лицах и просто сами довольны собой, что хоть что-то хорошее и доброе мы делаем, а не просто издеваемся, по фану какие-то вещи создаем и так далее. Поэтому, если кому интересно, подписывайтесь в Инстаграме, просто снова 20 по-английски. Дальше следующий проект, он неплохо сработал, я его называю «Майка не из ЦУМа», на него я потратил своих личных денег всего лишь 40 тысяч рублей. У меня была такая гипотеза, что хайбисты, которые сейчас одеваются в очень дорогую одежду, которые покупают невероятно дорогие кроссовки, это временное явление, и, соответственно, его можно постебать. Я подумал о том, что было бы круто сделать майку, какую-то футболку, какую-то свою одежду, которая противоречила бы всем этим трендам. Я просто взял логотип ЦУМа, скачал с сайта, открыл его в фотошопе, и за три минуты просто написал на футболке, что эта майка не из ЦУМа. Тем самым показав, что я простой, бедный, смертный, у которого нет возможности покупать какие-то дорогие шмотки, и, соответственно, выпустил коллекцию, звучит очень громко, конечно, просто пошел в типографию, напечатал 20 футболок, которые просто отправил всем своим друзьям, и паре знакомых девчонок, у которых огромное количество подписчиков в Инстаграме, ничего не просил их делать, они сами выложили это все, и посмеялся, понаслаждался тем, что кто-то носит эту одежду, и вообще забыл про это. Потом, буквально через 2 или 3 недели, мне начинают скидывать мои друзья различные ссылки, что некоторые шоурумы московские, которые довольно-таки имеют большую базу клиентов и подписчиков, они, соответственно, полностью взяли каким-то образом наш логотип, украли его, и начали продавать эти футболки в шоуруме, причем продавать по 2-3 тысячи рублей, что, в принципе, для футболки себе стоимостью 400 рублей с печатью, это довольно-таки хорошая маржинальность. И это начали продавать вот эти шоурумы, и мне там периодически, до сих пор, кидают различных блогеров, которые начали покупать эти маяки, покупают различных модных Инстаграм, присылают мне модных Инстаграм девчонок, которые, соответственно, в них ходят. И верх абсурда этой истории был таким, что у меня знакомая зачем-то, я не знаю зачем, поехала на рынок на Дубровку и, соответственно, начала мне присылать фотографии, что она идет от одного магазина, точнее, рынка, лавки на рынке к другой, и там реально повсюду продается эта майка, уже в других цветах, соответственно, в совсем таком плохом качестве. И вот, соответственно, вы можете видеть на картинке такой пример того, что там эта майка продается в белом цвете. И, соответственно, как некий такой антисоциальный тренд это очень круто зашло и она до сих пор там продается, мне кажется, уже не только на Дубровке, а на рынке садовод в регионах и так далее, и так далее. И вот у меня еще была история летом, я был в Челябинске, зашел в маршрутку и там реально сидела девчонка, которая ехала в этой майке. То есть это прямо ушло на Урал и мне показалось, что эта история довольно-таки неплохо сработала. Понятно, что про нее не писали какие-то СМИ, не рассказывали по телевизору, но учитывая, что люди постоянно где-то присылают, натыкаются и модные девчонки фоткаются, это такой был некий удачный эксперимент с одеждой, который, соответственно, я проводил. В этом году, если вы помните, еще полгода назад в России проводился чемпионат мира по футболу и, соответственно, естественно, мы хотели на этой теме сыграть. И здесь у нас была такая цель, что мы хотели попасть в международные СМИ. Потому что во время таких глобальных событий это сделать гораздо проще, чем в обычное, скажем так, мирное время. Потому что в России, точнее в Москве, было огромное количество иностранных журналистов, и мы подумали о том, что надо это как-то использовать. Соответственно, потратили там 100 тысяч рублей на производство вот таких баночек, выглядели они вот так примерно, и они назывались просто вера в сборную. То есть любой пользователь, который болеет за свою команду, мог купить веру. Мог купить эту баночку и, соответственно, тем самым веру. Банка была абсолютно пустая, в ней ничего не было. Продавали мы ее за, если не ошибаюсь, 50 долларов, и проект абсолютно не удался. У нас не было ни одного заказа, ни одной продажи и никакого вообще внимания, кроме того, что Россия 2, если не ошибаюсь, сняла какой-то мини-репортаж про это. Но здесь, как мы сделали выводы, что люди просто не поверили в эту историю. И плюс мы для себя какой-то просто абсурд придумали и подумали, что он будет всем понятен. Но по факту оказалось, что это никому вообще не было понятно, и мы просто для себя какую-то хрень сделали. И в итоге этот проект у нас был полностью неудачным, но зато мы вот такие красивые баночки сделали, они до сих пор у нас стоят в офисе, и зачем-то мы их произвели. Один из последних проектов, мы его делали летом этого года, соответственно, летом этого года, этим летом, на рекламном рынке, на агентском рынке осень и зима, это период тендеров, когда агентства приглашают различные тендеры, и, соответственно, клиенты выбирают подрядчиков себе на следующий год. И мы подумали о том, что нужно лишний раз о себе напомнить, сделать какой-то проект, который показывал бы, что мы креативные ребята, что у нас свежие мозги, что вообще мы молодцы. И, соответственно, мы начали думать о том, что можно такого сделать и каким образом показать свой профессионализм, чтобы это реально заметили различные бренд-менеджеры, директора по маркетингу, и все люди, которые принимают решения о выборе подрядчиков с точки зрения агентств. И решили, что создадим социальные сети, туалетные бумаги из набережных челнов. Если вы когда-нибудь жили с бабушкой, или с Урала, или еще откуда-то, с регионов, то наверняка вы знаете, такая бумага, которая стоит буквально 8 рублей, абсолютно ужасного качества, как наждачка, и неприменима к использованию, не знаю, как корректно подобрать слова, когда говорю про туалетную бумагу. Соответственно, мы начали делать различные веселые публикации о том, каким образом правильно, сколько сантиметров бумаги нужно отрывать. Мы там прям целую свою методику придумали, что для того, чтобы бумаги хватило, на один раз нужно оторвать столько же сантиметров, сколько твоя кисть, как вариант. Потом объясняли, почему в нашей бумаге нет втулки, потом объясняли, что наша бумага из какого-то невероятного качества, и всю коммуникацию ввели, как будто бы мы реально являемся официальными представителями туалетной бумаги из набережных челнов. По факту, естественно, мы ни у кого не спросили разрешения, опять очень плохо поступили, но за, если не ошибаюсь, за три дня мы в ВКонтакте набрали что-то типа 500 тысяч охвата конкурсного поста. Мы запустили конкурс, где, соответственно, предлагали пользователям выиграть 51 рулон туалетной бумаги, просто сделав репост. И люди настолько это позитивно восприняли, начали писать о том, что это мечта всей моей жизни, и не какие-то идиотские айфоны, которые постоянно разыгрывают, а здесь наконец-таки нормальный продукт разыгрывают, который можно применить у себя в жизни. И за короткий промежуток времени там какое-то просто лавинообразное количество репостов было, и мы решили разыграть, соответственно, рулон. И в этот момент про это начали писать в СМИ, и это дошло непосредственно до руководства завода, который производит эту туалетную бумагу. И они оказались, к сожалению, такими очень консервативными ребятами, которые не поняли, что мы реально им создали хороший имидж, потому что пользователи писали суперпозитивные комментарии, говорили о том, что в 2018 году у подобных брендов и должна быть такая коммуникация, то есть нет ничего постыдного, чтобы разговаривать со своими пользователями на том языке, на котором они говорят, а не делать какие-то суперофициальные пресс-релизы, которые, соответственно, никому не интересны. И на нас подали два заявления, первое в прокуратуру, второе в полицию, о том, что мы портим имидж туалетной бумаги. Хотя, казалось бы, что-то можно испортить. И сразу же, это уже была такая вторая волна новостных поводов, потому что подали реально заявление в прокуратуру, и журналисты начали писать о том, что на каких-то маркетологов из Москвы подали в суд за то, что они ведут паблики, туалетные бумаги. Ну, там прям супер были абсурдные заголовки. И на этом этапе журналисты решили позвонить непосредственно руководителю этого завода, чтобы взять в него комментарий. И он оказался таким очень советским, наверное, человеком, такая смесь консервативного человека из СССР и Жириновского, который отвечал на звонки журналистов из разряда, типа, вот, социальные сети, их нужно закрыть, это очень плохо, там зло, и так далее, и так далее. И тут пошла уже третья волна новостных, а, он еще оказался депутатом Единой России, к тому же, то есть прям комбо такое было. И тут пошла такая третья волна заголовка, где писали о том, что депутат из Единой России, который является генеральным директором завода туалетной бумаги из набережных челнов, ну, то есть вот эти длинные, огромные должности у него были, призывает к тому, что нужно закрыть социальные сети, что это зло, и, соответственно, мы тут уже просто наслаждались тем, что пишут пользователи, и все закончилось тем, что Россия-24 сняли 10-минутный репортаж про это дело. А если можно, звук, пожалуйста, дать. Инструкция по подбору идеального размера туалетной бумаги, такого, чтобы подошла каждому человеку, размещена в сети в группе, посвященной продукции и производства из набережных челнов. В сообществе с серьезным лицом раздают полезные советы, вроде того, как отличить поддельную туалетную бумагу от настоящей, или вот как повесить рулон, не предназначенный для использования в горизонтальном виде. Вот такой подход в интернете оценили. За две недели у паблика уже почти 4,5 тысячи подписчиков. Но вот незадача. Тот самый картонно-бумажный комбинат из набережных челнов от Креатива открестился. Информация не соответствует действительности и порочит деловую репутацию. Это официальное сообщение предприятия, руководство которого пришло с заявлением в полицию. Чего добиваются, выяснял Артем Кол. Артем, приветствуем. Здравствуйте. Ну и, соответственно, вот там начинается разбор полетов, заявления юристов, какие-то другие маркетологи комментируют этот инфоповод. И это просто, если заходите, найдите, это 8 минут наслаждения, как различные взрослые люди на серьезных щах рассуждают о том, что туалетную бумагу нужно закрыть или наоборот, это ребята были молодцы, которые, соответственно, придумали эту тему. И проект у нас был очень удачным. К сожалению, ВКонтакте заблокировал сообщество, но, тем не менее, все было здорово. И, соответственно, для чего все это мы делали? Мы работаем в агентском бизнесе и нам, естественно, нужны клиенты, которые нам приносят деньги. И так получилось, что после каждого кейса на короткой дистанции к тебе приходят клиенты с небольшим бюджетом, которые говорят о том, что вот из разряда на этот проект вы потратили 50 тысяч рублей, давайте мы вам дадим 100 тысяч рублей, и, соответственно, вы сделаете в два раза лучше. От таких клиентов мы, естественно, открещаемся, потому что они нам неинтересны. Но на длинной дистанции, когда проводятся различные тендеры, когда крупные бренды думают о том, кого взять себе в пул подрядчиков, про нас вспоминают. Говорят о том, что вот есть креативные ребята, которые сделали этот проект, которые сделали этот проект, которые, соответственно, довольно-таки креативные и делают не только какие-то коммерческие истории, но и делают проекты для себя, потому что им это нравится, потому что им это приносит удовольствие. И у нас, как я уже говорил в начале лекции, агентству год, но за это время мы привлекли довольно-таки крупных клиентов, Собственно, они видны на слайдах, с которыми мы ведем регулярную, постоянную работу. То есть это не какие-то разовые активации или еще что-то, это те клиенты, с которыми мы работаем за дня в день. И, собственно, подводя к конечной цели, у нас была цель в конце года со всех этих проектов, помимо того, чтобы вернуть себе затраченные деньги, затраченное время, это заработать чистыми деньгами около 20 миллионов рублей. Это, в принципе, был ответ на мой вопрос, зачем мы это делали. И забегая немножко вперед, еще не декабрь, но уже хочу сказать о том, что у нас это получилось, что агентство в этом году очень круто отработало, и мы, соответственно, выполнили эту цель. Сейчас у нас в агентстве на постоянной основе работают 15 человек, то есть это те люди, которые ежедневно переходят в офис, которые участвуют в жизни компании, ну и как у любого агентства есть какие-то удаленные ребята, которые также могут работать на зарплате, и плюс различные фрилансеры, которые, соответственно, с нами также работают. Примерно вот так это выглядит, я научился пользоваться фотошопом вчера, когда делал презентацию, и мы, наконец-таки, вот еще хочу, чтобы вы тоже за меня порадовались, мы месяц назад купили себе в офис телевизор, у нас прям была такая мечта какая-то. То есть у нас была возможность, но мы все время откладывали, купили себе телевизор, у нас теперь каждую неделю, каждые две недели, в зависимости от загрузки, проводятся различные лекции. Это просто красивый видос, который я вставил в конце. Собственно, в конце своей презентации я бы хотел привести вот эту цитату, я думаю, что вы сами можете ее прочитать, и здесь я хочу сказать единственное, что не бойтесь экспериментировать, как бы это банально ни звучало, и не делайте все ради бабла, потому что реально можно делать крутые проекты, где у тебя не будет какого-то клиентов, которые, соответственно, будут принимать конечные решения, где ты можешь реально сам придумать, сам реализовать, и, скажем так, весь свой творческий потенциал, который у тебя есть, его выплеснуть, и, соответственно, это невероятное удовольствие, когда что-то получается, когда проекты пишут, и, соответственно, когда в итоге получается все так, как ты захотел. Собственно, на этом моя лекция заканчивается. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, я, в принципе, готов на них ответить. Спасибо. Привет, спасибо за презентацию, было очень интересно. У меня два вопроса. Первый вопрос, у тебя написано было 12-е, 2018-го, это декабрь. Да. То есть на декабря же еще пока нет. Но я говорил о том, что у нас цель на год была заработать 20 миллионов рублей чистыми деньгами. То есть это за год полностью. Да, да, да. То есть это за год, и, соответственно, у нас была такая цель. И, получается, вот мы к ней стремились, но сейчас ноябрь, можем сказать, что выполнили ее уже. Хорошо, спасибо. Спасибо. Второй вопрос. Какой проект вы делали для S7? Для S7 у нас было несколько проектов. Но в данный момент, возможно, вы знаете, у них выходит сериал «Посетите землю». И это немножко такой авангардный проект, который немногие вещи понимают, но мы, собственно, не принимали участие на этапе производства, на этапе съемок. Это делало голландское агентство. Мы помогаем им с точки зрения промоушена этого сериала. Я как раз-таки посмотрела первую серию, потом посмотрела все серии этого проекта. И я влюбилась в этот проект. У меня был восторг, когда я посмотрела. Спасибо большое за то, что вы как-то поучаствовали в этом. Спасибо. Я не знала, что это вы. Ну, мы не снимали его. Мы вот именно помогали. Ну, как-то в промоушен участвовали, да. Спасибо большое. Сегодня выйдет серия с Димой Сэндуком. Посмотри, очень крутая будет. Но, опять же, немножко авангардная, не все поймут. Роман, добрый вечер. Я хотела бы уточнить, как вы вдохновляетесь и вообще ищете вдохновение в этой жизни, вдохновение? Хороший вопрос. Наркотики? Шучу, шучу. Путешествую. Я стараюсь очень много путешествовать и каким-то образом, либо в самолете часто приходят какие-то мысли, либо во время того, что я что-то вижу, и меня это вдохновляет. Но плюс вдохновляет меня моя команда, очень крутые ребята, которые абсолютно сумасшедшие, которые выдают периодически невероятные вещи и мысли. И ты в этот момент думаешь, блин, почему не я придумал? Я прям уже периодически начинаю себя чувствовать старым, потому что есть ребята, которые моложе меня, и, соответственно, они такие вещи, как придумывают. Я думаю, что вообще у вас в голове творится, что вы это придумываете? Это тоже очень круто, и это вдохновляет, когда у тебя есть такая команда, которая еще круче тебя. Спасибо за замечательное выступление. Подскажите, пожалуйста, от какого начального бюджета вы начинаете работать? Зависит от направлений. Если это классический СММ, то это входящий порог примерно сейчас 300 тысяч рублей. Если это блогеры, то у нас здесь просто процент от бюджета, но компания от полумиллиона примерно. Меньше просто с точки зрения маржинальности не очень выгодно. Если видосы, то это все очень индивидуально. Это проект или какое-то месячное сопровождение? По-разному. То есть бывает, если это какой-то тендер, ты его можешь выиграть, а потом на протяжении года обслуживать какой-то бренд. Но в то же время, если это какая-то проектная история, разовая, то мы можем, соответственно, в нем поучаствовать. Если СММ, то 300 – это классическое ведение ежемесячно. Спасибо. И второй вопрос. Работаете ли вы в регионах? Если у нас региональные клиенты? Я имею в виду. Ну да, если есть, и рассматриваете ли вообще. Я не знаю, Санкт-Петербург считается регионом или нет. Краснодар, Ростов больше. У нас нет клиентов из Краснодара и из Ростова. Вроде нет клиентов из Краснодара и из Ростова. Точно нет клиентов из Краснодара и Ростова. А готовы ли рассмотреть? Ну, если есть деньги, готовы, да. Спасибо. Спасибо. Мне нравится, как мы паузы заполняем с вами. Чувствую, сейчас серьезный вопрос будет. Уже страшно, да? Ну, я вообще непривычно. Добрый день. Меня зовут Светлана. Интересный кейс про бабушек, дедушек. Если вы его продолжаете, какая его цель? Внутреннее самовлечивание и некоторая благотворительность. То есть я для себя считаю, что мы, может быть, знаешь, не переводим деньги в какие-то фонды, но просто как-то на этом акцентируем внимание. Но сейчас это, к сожалению, скатилось в обвинение нас в том, что весь проект делается ради пенсионной реформы. То есть есть прям люди, которые на полном серьезе пишут, что вы еще полтора года назад придумали эту историю для того, чтобы подвести к тому, что в этом году случилась пенсионная реформа. И я не знаю, что на это отвечать, честно говоря. Черный пиар тоже пиар. В общем-то пишут хорошо, пишут. Вопрос такой, как идея родилась. А почему вы не привлекаете бизнес для этого? Ну, допустим, какая-то компания, бренд одежды. Одень бабушку, стилист, еще что-то. То есть вот в это, как развитие. Ну, мы не тратим деньги на одежду. То есть мы же ее не покупаем. Но-но-но, есть стилист. То есть вы развиваете свою платформу. Там, допустим, у вас уже 20 тысяч подписчиков. Есть какой-то модный стилист, либо новый бренд одежды, который показывает свою ценность тем, что он может и бабушку одеть в том числе. То есть вы за это можете еще как получать. Не поступало таких предложений, поэтому, наверное, это и не делали. У нас было предложение от Билайна недавно, когда они разработали какой-то специальный там то ли тариф, то ли телефон для пенсионеров. И, в принципе, мы готовы были рассмотреть сотрудничество, но чтобы они хоть как-то нас поддержали деньгами, потому что это сейчас чистая история, на которую я ежемесячно трачу деньги свои. Но там пока не срослось, но, в принципе, мы готовы, наверное, рассмотреть какие-то подобные коллаборации. Прикольная история, мы можем потом побеседовать. Да? Спасибо. Давайте не будем хлопать сейчас, а то как неловко уже становится. Вроде все, да? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok